Как еще пополнить бюджет республики? На этот счет у Грузии далеко идущие планы. На западе страны весной собираются строить мощную гидроэлектростанцию, а электричество потом продавать будут иностранным партнерам. Однако воплощению этих замыслов могут помешать простые жители маленькой деревни Хаиши. Наш корреспондент Борис Манджуков отправился в мятежный, можно сказать, регион и оценил, в общем, градус протеста. Она родилась и выросла в самом отдаленном районе Грузии, Сванетии. У небольшого селения, где живет Луиза Хергияни, даже нет названия, ведь здесь стоит всего четыре строения. Когда-то на дом женщины сошел оползень, здание было полностью разрушено и семье пришлось строить новое. Это было лет 30 назад, благо, что был день и никого не было дома. Вы видите, что от того здания остался лишь фундамент. Но история повторяется. Теперь Хергияни готовятся к вынужденному переезду. Правда, на сей раз здание может затопить. На реке Ингури в Сванетии начинают строить гидроэлектростанцию Худон, а значит, после возведения 200-метровой дамбы на месте дома Хергияни будет водохранилище. Да, нам вроде обещают, что дадут новую жилплощадь. Но здесь ведь мой род живет уже более ста лет. Здесь покоится прах наших предков, а они говорят, уезжайте. Затопление угрожает не только дому Хергияни и даже ни одной этой безымянной деревни. Площадь, которая в скором будущем окажется под водой, в сотни раз больше. Это деревня Хаиши. Некоторые дома здесь стоят прямо на берегу реки. И после того, как будет построена плотина гидроэлектростанции, уровень реки подымется и некоторые строения просто окажутся под водой. В правительстве обещают, что переселят жителей в другие районы. Правда, куда, пока неизвестно. Траты на расселение жителей возьмет на себя компания, которая построит гидроэлектростанцию. Представители компании проведут переговоры с каждым жителем и предложат индивидуальные условия. Рассмотрение этого вопроса начнется приблизительно в феврале. По прогнозам инвесторов, вода покроет 200 домов. Но сельчане уверены, масштабы будут куда серьезнее. Только в нашем селе проживает 200 семей. Они ведь собираются затопить еще и соседние территории, на которых тоже живут люди. Значит, и количество переселенцев будет гораздо больше. Само село Хаиши располагается на трассе, которая соединяет центральную часть западной Грузии с райцентром Сванетии. Люди здесь выращивают скот, в основном коров. А потом продают молоко и мясо в небольших магазинчиках. Этим и живут. Это единственная в селе автозаправочная станция. Бензин здесь стоит примерно в полу раза дороже, чем в Дбилиси. А заправщик приходит сюда лишь только в том случае, если ему позвонит клиент. Однако даже при такой инфраструктуре население переезжать все равно не хочет. Не исключают даже акции протеста. Как так можно? Это наши дома, наши земли. Почему мы должны уйти? Пусть это правительство уйдет и оставит раз навсегда нас в покое. Впрочем, эта попытка выселить жителей Хаиши не первая. Еще в начале 80-х правительство советской Грузии приняло решение о строительстве гидроэлектростанции. В 86-м году были возведены первые сооружения. Какой точно длины этот тоннель сегодня не знает никто. Он был проделан в горе еще в 80-х во время начала строительства Худонгэс. Тогда, согласно планам, именно здесь и должна была протекать река Ингурии в обход плотины во время ее строительства. Однако этим тоннелем и возведением лишь небольшой части плотины все и закончилось. Проект Худонгэс был заморожен. В Грузии почему-то существует миф, что остановили строительство ГЭС зеленый. Их тогдашний лидер ныне покойный Зураб Жвания. Но хочу вас уверить, остановил строительство развал СССР. Нет, это, конечно, хорошо, что он развалился. Но плохо, что не удалось достроить электростанцию. И вот сейчас, спустя десятилетия, мы это доделаем. Худонгэс станет самой крупной гидроэлектростанцией на Южном Кавказе. На ее строительство потратят 1 миллиард долларов частных инвестиций. Работы начнутся весной 2012 года и будут длиться пять лет. И уже в 2017 в эксплуатацию войдет гидроэлектростанция мощностью в 700 мегаватт. Необходимость строительства такой мощной гидроэлектростанции появилась в последние годы. Помимо постоянно растущего потребления электроэнергии внутри страны за счет новых заводов и фабрик, Грузия также постоянно увеличивает и экспорт электричества. К примеру, только в прошлом году из Грузии экспортировали полтора миллиарда киловатт-часов. А это в два раза больше, чем, например, в 2009 году. 8 лет тому назад Грузия была страна, где не было вообще электроэнергии. Сейчас Грузия превратила в страну, где производится столько энергии, что мы экспортируем и в Россию, и в направлении Турции. Больше могу сказать, что еще строится новая линия для экспорта электроэнергии в Турции еще в большем объеме. Таким образом, решение о строительстве ГЭС принято и пересмотру не подлежит. В своем родительском доме Луиза Хиргияни встретила этот Новый год в последний раз. Борис Манжуков и Илья Габичава вместе из Грузии.